Субтитры сделал DimaTorzok Шима Луан Один из основных персонажей канала SuperPlanet Dolan, названным по аналогии SuperMarioBros Если на основном канале до сих пор выходят в основном топы и прочее видео-жвачка То на канале SuperPlanet Dolan, созданном в августе 2015 года Основной рубрикой являлись и до сих пор являются ответы на вопросы Не давайте десятки в названии себя обмануть Скажем так, этот канал был полностью посвящен коллаборациям Над разными видео работали почти всегда меняющиеся аниматоры, художники и конечно же ютуберы Которые и были персонажами этих видео В первых видео персонажей было всего два Сам по себе Dolan и Фури-кошка по имени Шима Её фамилия Луан стала известна после обнаружения её собственного канала Созданного ещё в далёком-далёком январе 2008 года Позже стали появляться и другие персонажи, такие как Сава и Мелисса, Чёртфел Бэнд и другие Несмотря на появление новых лиц на канале, самыми любимыми фанатами канала оставалась Шима Луан По крайней мере они сильнее всех показывали к ней свою привязанность Скажу честно, я и сам был одним из них И казалось бы, что могло пойти не так? Эх, как бы не было печально это признавать Но после долгого затишья со стороны самой Шимы Вышло последнее видео с её участием Под названием «Имеют ли пингвины колени? Загадки жизни от Dolan» Извиняюсь уж я за адаптированный перевод, такой вот я человек На самом деле Шима пропала чуть позже этого видео Ведь в марте 2016 года была сделана последняя запись для шоу О чём говорит сам Долан в конце видео Ну а последнее появление голоса Шимы на ютубе было 23 апреля того же года Видео празднующим юбилей 50 тысяч подписчиков А сейчас их уже больше сотни тысяч Продолжение следует... После этого голоса Шимы больше нигде Не слышали Хотя если честно, то последнее появление Шимы в сети было не так уж и давно А примерно год назад я нашёл её профиль в Steam И его можете найти и вы, поскольку Шима выпускала на своём канале Кооперативное прохождение Портал 2 вместе с Хеллбентом В котором можно было увидеть его профиль У которого в друзьях находится Шимачан Steam аккаунт, наличие которого у себя подтвердила сама Шима в твиттере Примерно полтора года назад я заходил на её аккаунт и видел, что заходила она где-то в апреле 2017 года Но сейчас её профиль скрыт и подтвердить это почти нереально Когда Долан объявил в видео о том, что Шима пропала, сообщество Планет Долан начало паниковать Одни стали думать, что она умерла Другие, что были обнародованы её личные данные Что отчасти даже правда и так далее Ну, тогда давайте разберём весь этот бардак и посмотрим возможные причины её пропажи Первая и самая очевидная гипотеза заключается в том, что Шима Луан трагично умерла Но была опровержена её последующей активностью в интернете даже после видео на канале Супер Планет Долан Также может быть и то, что Шима ушла из-за страха за свои личные данные Ведь некоторые из них, простите, даже мне известны Но получены были лишь путём логических размышлений и изуважения к самой по себе Шиме И я не буду их распространять Тем более, что мои догадки могут быть неверны Возможно, кстати, ещё и то, что это исчезновение связано с проблемами в личной жизни Шимы К примеру, развод с мужем или появление ребёнка Я всё-таки думаю, что она довольно-таки взрослая из-за голоса Ну, или если это не так, то, во-первых, прости меня, Шима, что я завышаю твой возраст А во-вторых, может быть, ей просто больше не хочется снимать видео Но вариант, который кажется мне самым реалистичным и в то же время является самым неприятным из всех Это правило 34 Я уже говорил про фанатскую любовь Помимо безобидного фанарта, который в том числе можно найти и у Шима в Твиттере К тому времени уже успело появиться немало небезопасного, скажем так, для работы контента С которым Шима не хотела себя и своего персонажа ассоциировать Пожалуйста, не прекратите мне голосовать для Планета Долана Ведь его стало настолько много, что об этом начали даже шутить в самом мульте Поищите эти моменты, их там много Но всё же, какой ни была бы странной причиной её ухода Этот инцидент имел для фан-базы Долана большие... В сообществе Планеты Долан происходила самая настоящая скорбь о пропаже Шимы Луан Все думали, что она погибла? Но с появлением Шимы в сети в своём Steam аккаунте А точнее не незадолго до Было создано два новых канала Оба с названием Шима Луан и похожим содержанием По моей теории, они были созданы одним и тем же человеком Первый был создан 1 апреля 2017 и имеет 1440 подписчиков Описание гласит в память о Шиме Луан Второй же оказался более успешным Был создан 5 апреля и имеет 6500 подписчиков В описании текст Прости меня, Шима Что сразу же подтверждает то, что каналы не были созданы самой Шимой Суть этих каналов схожа На обоих из них публикуются разные степени крепоты видео Содержащие в себе психоделичный понос из спецэффектов Наложенных на арты с Шимой Кучу скримеров и тонны Ну просто горы двоичного кода Так что давайте включим своего внутреннего теоретика И расшифруем эти видео Начнем с более популярного канала Лже Шимой Первый У которого уже на шапке есть шифр Который расшифровывается как Will find me in the Вы найдете меня в перевод Также вы наверняка заметили цифры на пиксельных Шиминах головах 10, 31, 18 31 октября 2018 года Это шутка про Хэллоуин? Просто видите ли Американцы топые! И поэтому используют отличную от нас систему исчисления времени И в этом случае первым идет месяц, а затем число А не наоборот Но нет, так не может быть Там посередине голова перевернута Давай перевернем число Что было 13 октября 2018? Аммм... Вроде обычный день Окей, это просто прикол Ссылающий к тому, что видео криповые Первое видео называется Я вернулась И на самом деле это видео и все последующие Ничего в себе не несут Просто фейковые новости о возвращении Шимы Последим из них лжешим И пишет, что она сейчас не хочет использовать свой голос Что является на самом деле единственным способом проверки ее личности Потому что, видите ли, ей некомфортно Некомфортно, Карл Человеку, который и построил всю свою карьеру на этом самом голосе Но зато она открыла новый твиттер Не, правдоподобненько Ну вот со следующим видео все становится куда интересней Называется оно Тревога Длится оно всего 7 секунд Но за эти 7 секунд мы получаем довольно много всего Например, эту анимацию и 3 бинарных кода Из которых можно прочесть только 2 Потому что из-за быстрой смены картинок Ютуб я льви дось У всех этих криптографических видео в описании также написано Вы занялись слишком долго Теперь это описание исчезло Видимо, в нем были подсказки для решения всей этой фантасмагории Код на красном фоне расшифровывается как Stranger Things, сезон 2, эпизод 4 I've minutes from he had Очень странные дела, сезон 2, эпизод 4 Ять минут до конца Для тех, кто не понял Код на черном фоне гласит Poliwog is nice to mau-miau В общем, во время монтажа этого ролика Я нашел еще один код на красном фоне Который уже мне неизвестен Во-первых, чем зашифрован Во-вторых, он появляется совсем на мгновение Во время этого всего видео По-моему, только один раз В общем, как я понял Тут все эти шифры связаны с событиями В самом по себе сериале И если найдется в комментариях знаток То, пожалуйста, напишите Если это имеет хоть какой-то смысл в данном контексте Лично я только понял Что создатель этих видео Очень фанатеет от Stranger Things Потому что, ну если честно Я не понимаю Что это за шутки? Как это все связано вообще? Так, давайте тогда сделаем немного иначе Я расшифрую все на этом канале Что есть в моих силах А вы попробуете найти человек Который либо бы понял Что с этим делать Либо сохранил описание данных видео В общем Тут и ежу станет понятно Что это основанная на пропаже Шимы ARG ARG это игра в альтернативной реальности Если кто не знает А кто хочет узнать об этом феномене поподробнее То можете почитать об известных его представителях Типа Cicada 3301 Или I love bees Видео Those who will find me in the future Что отсылает нас к фразе Шимы Из ее последнего видео Those of you who come and find me in the future Есть телефонный номер На который, к сожалению, нельзя позвонить Но вот что интересно Так это то, что он располагается в Нью-Йорке В предполагаемом местонахождении Шимы Судя по часовому поясу И следующему видео на этом канале Под названием Finding Shima Там высказывается предположение о том Что Шима живет в часовом поясе Относящемся к Нью-Йорку И приводятся доказательства А еще О бой О бой В самом начале видео тут просто куча всего Только давайте-ка я для начала Немножечко сменю свой образ Видео начинается, как обычное видеообращение Шимы Но уже тогда я заподозрил неладное Музыки не было А когда она начала появляться То сразу же превратилось в шум А на экране начали мелькать изображения Не представляющие из себя цельную картину Среди них выделялись скримеры Как, например, знакомый нам SmileDog Небрежно нарисованная в фотошопе Толстая Шима И один двоичный код Который означает Я знал, что она никогда не вернется Поэтому я ее и нашел А в конце появляется череп Символ того, что Шима может быть уже и не здесь Но подожди, говорит нам видео Надпись приближается к зрителю Занимая почти все зрительное пространство Затем сообщается доказательство того Что Шима живет в часовом поясе Совпадающем с Нью-Йорком И появляется призыв искать ее Начни искать Шиму Или она погибнет 10-31-18 10-31-18 Снова нам говорят про Хэллоуин 2018 года Череп на экране начинает быстро менять эмоции Изображая одновременно страх, смятение и тревогу Спустя минуту все видео заканчивается тем же С чего и начиналось На этом все Вот я и вернулся из своего прежнего себя И давайте мы продолжим разбор видео Последующие два ролика вышли вскоре после того Который мы сейчас посмотрели И в них, собственно, тот же самый посыл, что и в предыдущих Найди Шиму, иначе смерть 10-31 и 18 Правда, в последнем ролике в конце появляется логотип Шима Энбелиса Студиос Странный анонс, но я уверен, что позже он сыграет какую-нибудь роль во всем этом И, кстати говоря, походу Шиму все-таки не нашли до этого дня Поэтому декабря того же 2018 года выходит видео под названием Вы можете что-то изменить Часть первая Надвигающийся И тут мы плавно переходим к другому каналу Лжевшим и второй же таким же именем Но немного другой аватар И да, почему канал так странно сейчас выглядит Я объясню чуть попозже На втором канале тоже было два видео с фейковыми новостями С которыми вы можете самостоятельно знакомиться По ссылкам в описании Но сейчас же нас интересует видео с похожим названием А именно надвигающийся Вначале у нас повторение кадров из видео Файндинг Шима Затем начинается психодел Сначала нас кормят тихим-тихим голосом Шимы Из последнего ее видео Чтобы мы повесили звук Вам пугают скримерми Которые от нашей тупости стали еще, еще громче После небольшого приступа эпилепсии Мы видим пустоту На фоне зацикленно играет фраза Those of you who will come and find me in the future И после небольших вставок Шимы И странной геометрии Нам дают двоичный код На этот раз более читабельный И переводится он как She's unhappy about your weight Она беспокоится о своем весе Видимо эти фрагменты из прошлого видео И код отсылают нас к Фетя Шарту В котором, к сожалению, персонаж Шимы Стал слишком часто появляться Дальше с зацикленной фразой Продолжает идти видео Показывая нам глючный спрайт головы Шимы Вращающийся в 3D пространстве И затем идет легендарная сцена с цилиндром Шимы и кольцом Как я думаю, это самое кольцо Отсылает нас к Шиме и Мелисе Стуриус И тому, что Мелисе по сути стала новой Шимой И как-то причастна к ее исчезновению В общем, больше точек интереса в этом видео нет И да, не спрашивайте, почему я сначала проанализировал именно это видео Все потому, что первую часть расшифровывать и не надо В ней есть обычный английский текст, который переводится как Почему ты не вернешься, Шима? Это из-за меня Это из-за него Или же это из-за них Откуда оно появилось Откуда оно растет В общем, это все просто песня Если вы знаете, какая именно То буду очень признателен, если вы напишите об этом в комментариях Как-то глуповато, сами не находите Поэтому давайте вернемся на второй канал Следующее видео, на котором называется Смерть В его описании есть код, который закодирован тем же способом, что и тот Который я нашел во время монтажа этого ролика Двоичный код в начале видео переводится как And she was pressured to do a face reveal But with her rule of 34 art, people had high expectations И она была вынуждена показать свое лицо Но с тем количеством R34 арта у людей были завышенные ожидания Красный код из этого видео расшифровывается как I knew she would never come back, so I found her Этот код дублирует один из предыдущих За исключением лишь одной буквы в конце В начале следующего ролика под названием Живой, очень громко и прерывисто дышит череп И я так, господи боже мой, рад, что вместо этого Вы слышите мой уставший голос и музыку на фоне Если вы думаете, что именно она здесь страшная То послушайте вот эти вопли После этого происходит еще одна вспышка изображений Которые мы уже видели на другом канале и в других видео За исключением лишь в страшных картинках с этим черепком Затем на протяжении минуты Череп просто начинает очень быстро менять выражение своего лица И что происходит потом? Вы удивитесь, но начинает воспроизводиться видео с канала Лже Шимы Первой А именно You Can Make a Difference, часть первая И хочу напомнить, что к тому моменту Когда вышло видео Alive, которое мы сейчас рассматриваем Первая часть еще не вышла на канале Лже Шимы Первой Итак, следующее видео называется Christmas Time И является перезаливом последнего видео с канала Шимы В начале и в конце, кстати говоря, есть заметки от автора Цитирую Прежде чем вы предположите, что я просто копирую видео с аккаунта Шимы Я скажу вам, что выкладываю это видео, чтобы напомнить всем нам, какая это была прекрасная женщина И еще кое-что В описании ее последнего видео указано три музыкальных трек Первый называется Обещание, которое нужно совершать Следующая музыка из середины видео самая важная Ожидание возвращения И последней из них зовется гордость Может ли этим самым обещанием быть создание еще одного юбилейного видео и ее последующее возвращение Сейчас нам остается только ожидание возвращения Так что... Пока будем надеяться, что последняя стадия придет к нам с большой гордостью В следующих видео градус безумия достигает своего предела Ведь последующее видео буквально является мемом Следующее видео под названием 333AM не имеет никаких шифров Даже когда я открыл дорожку в спектрограмме, ничего не получилось Это просто ускоренная музыка То же самое можно сказать и про следующие два видео Если сначала можно было подумать, что это все обычный интернет-прикол, зашедший слишком далеко То сейчас это стало ясно даже такому человеку, как я Но у нас осталось последнее видео для расшифровки Вторая часть видео You Can Make A Difference А именно Смерть Кстати, забавно, жуткий факт Эти два названия вместе образуют надвигающаяся смерть Жутко Да и сам ролик тоже жуткий Даже отчасти шокирующий Видео сразу же бросает в наш жесткач На самом первом кадре этого видео видна фотография того, как молодой человек пишет письмо кровью из своей руки Левая часть фото почему-то зацензурена И да, сейчас все фото зацензурено, так как я не хочу, чтобы мой канал собанили из-за этого ролика Дальше нам показывают вращающийся череп Уже не пиксельный, а довольно-таки обычный На котором оверлеем наложен ускоренный выпуск шоу Super Planet Dolan По названию «Почему кошки ненавидят воду» Помимо этого на заднем фоне можно услышать низкочастотные пульсации Но только если это вам позволяет ваша аудиосистема Спустя минуту эпизод начинает идти нормально Ха, шучу! Идет он с кучей помех и артефактов изображения Поверх наложит череп, быстро меняющий эмоции, как в предыдущих эпизодах Звуковая дорожка меняется на очень громкий белый шум А на экране мигает надпись «Селекционное скрещивание» А еще вот это вот недоразумение И двоичный код Который из-за помех очень сложно разобрать Но если, наверное, наложить этот код из разных моментов в видео То наверняка можно будет его перевести Я не буду этого делать Пока что Затем нам показывают видео с мертвой кошкой С кучей помех Поэтому можно относительно держать пальцы в кулаках и не бояться Но затем гратус жесткача повышается И начинается запись вскрытия, как я понял, трупа в морге И именно на этом самом моменте и выбирают помехи Знающие люди могут уточнить Является эта сцена поддельной или же это реальная съемка Но что-то мне все-таки подсказывает, что нет Хе-хе-хе И как это видео еще не убрали с ютаба, у меня вопрос В общем, поскольку я смог выдержать наматывание кишок в течение 10 минут Я смог заметить, что в один момент появляется надпись Шима из пробел Now На месте пробела находится рисунок головы Шимы И мне кажется, я понимаю, на что автор всем этим нам намекает Вы наверняка тоже Затем видео вырубают и остается только ускоренная аудиодорожка Того же эпизода Планетолан И снова жесткий момент без помех На этот раз немного более короткий В общем, после этого на протяжении 5 минут идет просто черный фон со страшными звуками Мы слышим то музыку из фильмов ужасов, то крики, то как кто-то врубает максималочку В общем, страшные звуки А затем на нас резко бросают циферки Первый набор цифр двигается и скорее всего зашифрован через аски Я не могу перевести его в одиночку, так как там много букв И мне лень проверять повторяется текст со временем или нет Затем еще один бинарный код, который из-за оверлея очень сложно перевести Но даже если постараться и его переписать, то у вас не получится перевести его в текст Ни одна последовательность нулей и единиц не переводилась в буквы Может вы сможете перевести всю эту каждую изображение или аудиофайл Спустя полминуты буквально на один кадр появляется этот бинарный код Затем мы снова видим череп, но уже как круглый аватар канала Поверх зациклена идет все тот же выпуск Супер Планет Олан А в начале и набор цифр 319-111-0420-18690 У меня лично есть варианты, что это Еще неизвестный мне шифр Номер телефона Координаты Или снова случайный набор цифр Когда эпизод все-таки заканчивается, видео затухает Но вскоре нашему взору пристает кольцо То самое кольцо из видеонадвигающейся Но только с минимумом эффектов, чтобы мы могли его получше разглядеть На фоне играет фраза Those of you will come and find me in the future И звук натянутой резинки, которую катают по полу Пытаясь на ней играть, как и на струне Проверено лично мной Спустя месяц после выхода этих видео Ютубер с никнеймом FancyPotato Взламывает оба этих канала Также он взламывает и твиттер Я сейчас по словам взломал Вот такие кавычки ставлю Вот такие Заливает он на оба этих канала два ролика Которые отличаются лишь только шрифтом надписи После этого взлома он также заменил аватар и шапку канала на всех своих каналах Лишь немного меняет цветовую палитру на них Произошло, кстати, это спустя полгода после самого по себе взлома В его видео используются похожие эффекты, похожий стиль музыки и монтажа В общем, этот человек и является оригинальным создателем обоих этих каналов Близкие знакомые Шимы, если позволите После взлома канал Лжешимы 2 прекратил свою активность на ютубе Не считая смену оформления А канал Лжешимы 1 стали посещать абсолютно психоделичные видео Которые были на порядке менее понятными и абсолютно бессмысленными Они разрушили мои надежды на связывание вменяемой предыстории ко всему этому Это просто набор ушераздирающих звуков и спецэффектов Как и недавние видео того же Фэнси Потейто Фэнси Потейто слушает Фэнси Потейто нас услышит, если мы скажем Может, таким образом он всё-таки объяснит нам всю подоплёку этих видео И да, таким вот странноватым образом мы перешли с расследования пропажи одного ютубера К истории другого парня, который решил нажиться на этом несчастном случае Хотя бы нам стало отчасти понятно, какие мотивы были у человека, который это всё сотворил И всё же, как бы ни были эти загадки страны и увлекательны Вопрос был поставлен изначально немножечко другой Где же... Шима? Куда она могла пропасть и почему? Я планирую сделать вторую часть этого ролика, если вам будет интересно И сделаю это я также для того, чтобы подвести итоги нашего сегодняшнего расследования И, кто знает, кто знает, может быть выяснить причину пропажи Шимы Всем удачи и всем пока Так, этот пункт я уже выполнил, что же будет следующий пункт? Среди них выделялись скримеры, как например... Алиса! Алиса! Я тут газа пародирую, Алиса, не открывайся! Алиса! Среди них выделялись скримеры, как например... Блин! Что произошло? Алиса! Хватит! Алиса покинула чат Я сейчас закрою браузер специально, чтобы эта грёбаная Алиса не открылась ни разу Ненавижу Когда она так делает во время записи видео Я не принцесса или что-то вроде Я не котёнок, чтоб мурлыкать целый день Нет Я злой парень Всем враги побежаны давно Вот они в колесе моей Огромной Я вам не товарищ, не сообщник и не друг Кто же я друг? Алиса! Алиса! Продолжение следует... Продолжение следует...